Губернатор Сергей Морозов уехал в Казань на прощание с митрополитом Казанским и татарстанским Феофаном. Поэтому штаб по комплексному развитию региона провел председатель правительства Александр Смекалин. Начали с вопроса бюджета. Главный финансовый документ области обсужден на заседании профильного комитета законодательного собрания. Проект от бюджета принято решение вынести во втором чтении на заседание законодательного собрания. В среду данное заседание состоится. Будем надеяться, что все вопросы, которые были в процессе формирования второго чтения бюджета, были обсуждены. Больше их не возникнет. Одновременно с подготовкой регионального бюджета утверждаются бюджеты муниципальные. В соответствии с утвержденными графиками принятие бюджетов идет вплоть до 25 декабря. В первом чтении принято бюджет в городе Ульяновске и Новоульяновске в 9 муниципальных районах. Подведены итоги социально-экономического развития Ульяновской области за 10 месяцев. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, регион сумел показать достойные результаты. Ульяновская область занимает второе место среди всех наших 14 субъектов округа. То есть мы сразу понимаем, что это неплохо. Это значит, что комплекс показателей, в целом отражающий развитие региона, лучше, чем у многих наших соседей. Высокое место удалось добиться за счет оказания бытовых услуг населению, производства пищевых продуктов и ввода в эксплуатацию жилья. На четвертой строчке регион по пассажирским перевозкам. Среди не самых лучших показателей индекс промышленного производства и безработица. Но до конца года предполагается исправить эти параметры. С 23 ноября в большинстве школ региона закончились каникулы. Однако не все школьники вновь сели за парты. Почно продолжили обучение учащиеся первых и шестых классов и школах, где меньше 200 человек. Параллель седьмых, восьмых и девятых, одиннадцатых классов будут учиться попеременно. Первые две недели одни в дистанции, затем другие. Две недели – это как раз тот период, в течение которого позволяется разорвать цепочки, ну и исключить массовость этих детей. Почему с первого по шестой мы предложили работать в очном формате? Опять же специалисты нам говорят, что именно этот возраст до 12 лет – это категория детей, которые реже всего заболевают, и статистика наша, наш мониторинг это подтверждает. Решение Ульяновской области по этому вопросу признают оптимальным и перенимают уже в другие регионы. А те, кто постарше, ждет другое большое и важное мероприятие. В конце недели пройдет шестой молодежный форум «Странбрикс». Событие неоднократно откладывалось по известным причинам, но все же его решено провести. Основные темы для обсуждения молодых людей, которые сюда приедут – это молодежное предпринимательство, это дипломатия официальная и общественная, молодежное энергетическое сотрудничество, добровольчество и творческие индустрии. Одновременно идет подготовка к Дню Матери, который празднуется 29 ноября. В преддверии торжества проходит тематический месячник. Проведено 250 мероприятий, большинство из них в режиме онлайн. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. Продолжение следует...